И теперь о том, что осталось за кадром прямого эфира. Некоторые журналисты пытались задать вопрос после завершения пресс-конференции, но большинство все же делились впечатлениями об атмосфере встречи. Среди откликов есть и уже весьма конкретные. Это касается, например, отношений с Грузией, расследования резонансного ДТП в Калининграде и судьбы маленького Матвея, получившего ожоги. Итак, что уже выполняется и какова реакция российских и зарубежных журналистов в репортаже Антона Верницкого. Одна из традиций больших пресс-конференций Владимира Путина это попытки тех журналистов, которым так и не удалось задать свой вопрос президенту, перехватить его на выходе из зала. Причем не для того, чтобы задать вопрос интересующий зрителей или читателей. Владимир Владимирович, ваш двойник, можно вам передать документы? Вот, вы его видели. Это Юрий Федорович Широков из Башкортостана, рядом с Ухой. Вот, очень на ваш похож. Он глава администрации сельского поселения. А кому я передала только что документы? Владимир Владимирович, а вам передали носки от бабушки? Вообще же, нынешняя пресс-конференция отличалась от предыдущей меньшим количеством предметов, которыми журналисты пытались привлекать внимание Путина к своему вопросу. Свитер, хоккейный сборный, плюшевая игрушка, глобус, бубен и, пожалуй, все. К слову, никому из их обладателей внимания привлечь так и не удалось. Как и авторам плакатов из Сибири с просьбой о любви или Песков нас не замечает. Большую часть пресс-конференции Владимир Путин вел сам. Исключение было сделано для первого вопроса. После того, как редактор газеты «Шесть соток» многие годы, традиционно задававший первый вопрос на таких пресс-конференциях, ушел в Госдуму, традицию решили поменять. Первый вопрос отныне достается старейшему сотруднику кремлевского пула. Александр Гамов из «Комсомольской правды» уже после пресс-конференции рассказал нам о том, что такое общение с региональными журналистами полезно не только им, но и президенту. Он использовал эту пресс-конференцию как дополнительный источник для информации. Одно дело газеты, СМИ, радио, телевидение, Первый канал и другие. А другое дело, приехали живые журналисты и с ним общаются, поэтому он сам спрашивал, у кого там есть про дальнобойщиков. Потому что, видимо, ждал, ждал, а он готовился. Потому что на самом деле Путин, так же, как и мы, я 17 вопросов придумал где-то неделю назад. То, что большую часть поднятых во время пресс-конференции, тем Владимир Путин досконально знал, сомнений не вызывало. Но с некоторыми событиями регионального масштаба, естественно, он знаком не был. В Калининграде пожаловались журналисты, их коллегу сбил на автомобиле курсант пограничного института ФСБ. В результате сбитая девушка в инвалидной коляске, а курсанту вернули права. Одного предложения президента о том, что надо бы в этом деле разобраться, оказалось достаточно, для того, чтобы через час после окончания пресс-конференции появилась информация, что началась доследственная проверка этого дела. Под особый контроль поставлена и ситуация с пострадавшим малышом в Тульском роддоме. После пресс-конференции уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов заявил, что мальчик Матвей будет в скором времени определён в семью. Это же нам подтвердили и в Туле. Документы обоих кандидатов на усыновление находятся в суде. И мы надеемся, что в ближайшее время у нашего малыша уже будут заботливые, любящие родители. И он, конечно, станет полноправным членом хорошей, крепкой семьи. Поддерживаем позицию нашего президента. И хочу поблагодарить искренне всех неравнодушных и заботливых людей, которые сегодня именно искренне и сердечно переживают за нашего Матвея. А вот журналистка из Турции, спросившая про то, почему в некоторых регионах турецких студентов выгоняют из вузов и притесняют предпринимателей из её страны, мол, не государственная ли это политика России после окончания пресс-конференции, убедилась, что это вовсе не так. Я не знаю, может быть, это рвение о властей на местах, желание показать, что они заодно, что они борются с турками. Но я не думаю, что это концепция власти. Я спросила, нужно ли с этим бороться и как. Он ответил на него достаточно кратко, но исчерпывающе. Он сказал, что, конечно, ни в коем случае нельзя переносить. Возможно, какие-то меры будут приняты. Вопросы российско-американских отношений напрямую во время пресс-конференции не затрагивались. Доминирующей была тема Сирии и ситуация вокруг неё. Официальный представитель МИД России на своей страничке в Фейсбуке посочувствовала коллегам из США. Интересно, как сейчас в Пентагоне переводит и анализирует слова Путина о том, что нужно или не нужно иметь в Сирии военную базу. Это бабушка надвое сказала. Жалко, ребят, не осилить им этого. Но только если бабушку начнут искать. Ну а сами присутствующие на пресс-конференции журналисты из США заговорили о возможном потеплении отношений между нашими странами. Я думаю, что один из позитивных моментов в отношениях России и США в том, что обе страны стали действовать открыто, и президент Путин сказал об этом сегодня. Есть согласие по многим моментам. Конечно, Вашингтон и Москва не согласны по поводу будущего президента Ассада, и это, очевидно, самый важный и очень сложный вопрос. Но Америка очень сильно обеспокоена терроризмом, пытается найти возможность сокрушить ИГИЛ. Это первостепенный вопрос внешней политики для Америки, и очень важный вопрос для президента Путина. И это, кажется, их сближает. В свою очередь, надеются на восстановление туристического потока из России в Египте. Владимир Путин сказал, что он не против самого государства Египта, не против египетских народов, но он просто, как мы видим во всем мире, что общий враг наш, Россия, наш Египт, или вообще Европа, общий враг у нас, это ИГИЛ. И надеемся, что правильство Египта, правильство Россия найдет скорейший способ, чтобы открыть опять Египту для русских туристов. Владимир Владимирович, тут коллега из Грузии. И, конечно же, не осталось без внимания фраза Владимира Путина о возможной отмене виз для грузинских граждан. Владимир Владимирович сказал, что Россия готова отменить визовый режим. Это было, в принципе, неожиданностью. Это, наверное, обрадует тех, у которых есть родственники, те, которые просто хотят посетить Россию. Посмотрим, как отреагирует Министерство иностранных дел. И реакция официального Тбилиси последовала. Судя по сообщениям информационных агентств, премьер-министр Грузии Ракли Гарибашвили заявил, что изучил сегодняшнее высказывание Владимира Путина об отмене виз и назвал это шагом в правильном направлении. Позитивно считает эту новость и председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Тедоджо Паридзе. Антон Верницкий, Светлана Баркова, Артём Тихонов, Валерий Жичкин. Первый канал.